здравствуйте ребята тема сегодняшнего урока природные стихийные бедствия сегодня на уроке вы узнаете что такое природные стихийные бедствия причины возникновения природных стихийных бедствий характерные признаки природных бедствий и как вести себя во время природных стихийных бедствий. Опасные природные явления, вызывающие чрезвычайные ситуации, называются стихийными бедствиями. Стихийные бедствия – это различные явления природы, вызывающие внезапное нарушение нормальной жизнедеятельности населения, а также разрушение и уничтожение материальных ценностей. Они нередко оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду. Причины природных бедствий. Чаще всего это процессы, происходящие в земной коре, изменение климата, а в последнее время хозяйственная деятельность человека. Стихийные бедствия могут возникать как независимо друг от друга, так и во взаимосвязи. Одно из них нередко может повлечь за собой другое. Независимо от источника возникновения, стихийных бедствий характеризуются значительными масштабами и различной продолжительностью. Отдельные продолжаются от нескольких секунд, например, землетрясения. Другие длятся несколько часов, сели, а некоторые продолжаются месяцами. Это наводнение. В настоящее время существует множество классификаций стихийных бедствий. Чаще всего принимают классификацию, в основе которой причины возникновения природных явлений. Сегодня на уроке мы познакомимся со стихийными бедствиями, которые чаще всего происходят в нашей стране. Кыргызская Республика по рельефу территории является горной страной. Происхождение природных катаклизмов в нашей стране чаще всего связано с тектоническим строением территории. Территория Кыргызской Республики характеризуется высокой сейсмичностью, сложностью геологического строения, большой расчлененностью рельефа с чередованием горных хребтов и впадин. Опасные природные процессы и явления широко развиты и часто приводят к чрезвычайным ситуациям. Ежегодно в Кыргызстане происходят землетрясения, оползни, сели и другие стихийные бедствия. Согласно последним данным Министерства чрезвычайных ситуаций, в нашей стране ежегодно происходит около 200 стихийных бедствий. Одним из наиболее грозных явлений природы являются землетрясения. Землетрясения — это подземные толчки и колебания отдельных участков земной поверхности. Землетрясение возникает из-за резких разрывов и смещений горных пород на большой глубине в литосфере. Землетрясения по происхождению подразделяются на природные и антропогенные. Большинство зафиксированных на земле землетрясений природного происхождения. Они произошли в результате движения тектонических плит. В последнее время увеличилось количество подземных толчков в районах крупных водохранилищ. Это связано с тем, что огромная масса воды давит на земную кору, и это приводит к смещению и разрывам. Кроме того, увеличение сейсмической активности было замечено в местах добычи нефти и газа, а также в районе шахты карьеров. Это происходит из-за того, что в горных породах образуются пустоты, которые затем приводят к смещению и разрыву горных пород. Землетрясения, возникшие в результате хозяйственной деятельности человека, называются антропогенными. На территории Кыргызстана ежегодно происходит около 3000 землетрясений. Большую часть этих землетрясений человек не ощущает. Их фиксируют лишь сверхчувствительные приборы-сейсмографы. Сила землетрясений измеряется по 12-бальной шкале. Землетрясение силой 1 балл обычно не ощущается, его отмечают только сейсмическими приборами. Землетрясение силой 2 балла — это очень слабые точки, отмечается сейсмическими приборами и ощущается только отдельными людьми, находящимися в состоянии полного покоя в верхних этажах зданий. Трехбальное землетрясение слабое, ощущается только внутри некоторых зданий, как сотрясение от грузовика. Землетрясение силой 4 балла, интенсивное, распознается по легкому дребезжанию, колебанию предметов, посуды и оконных стекол, скрипу дверей и стен. Внутри здания сотрясение ощущает большинство людей. Землетрясение силой 5 баллов. Это довольно сильное землетрясение. Под открытым небом ощущается многими, внутри домов всеми. Общее сотрясение зданий, колебания, мебели ощущается людьми и вне зданий. Качаются тонкие ветки деревьев, хлопают двери. Шестибальное землетрясение сильное, ощущается всеми. Многие в испуге выбегают на улицу, картины падают со стен, отдельные куски штукатурки откалываются. Семибальное землетрясение очень сильное. Повреждения в стенах каменных домов, антисейсмические, а также деревянные постройки остаются невредимыми. Разрушительное восьмибальное землетрясение, трещина на крутых склонах и сырой почвы, памятники сдвигаются с места или опрокидываются, дома сильно повреждаются, падают фабричные трубы. Девятибальное землетрясение опустошительное, сильное повреждение, разрушение каменных домов, старые деревянные дома кривятся. Десятибальное землетрясение уничтожающее, трещины в земной коре иногда до метра шириной, оползни и обвалы со склонов, разрушение каменных построек, искривление железнодорожных рельсов. Одиннадцатибальное землетрясение – это катастрофа. Широкие трещины в поверхностных слоях земли, многочисленные оползни и обвалы, каменные дома почти полностью разрушаются, сильное искривление и выпучивание железнодорожных рельсов разрушаются мосты. И, наконец, 12-бальное землетрясение – это сильная катастрофа. Изменение в земной коре достигает огромных размеров. Многочисленные трещины, обвалы, оползни, возникновение водопадов, подпруд на озерах, отклонение течения рек. Изменяется рельеф, ни одно сооружение не выдерживает. Как правило, стихийные бедствия наступают внезапно, поэтому надо быть к ним готовыми и знать, как поступать. Как же действовать во время землетрясения? Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падание предметов, услышав нарастающий гол и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике. От момента, когда вы почувствовали первые толчки до опасных для здания колебаний, у вас есть 15-20 секунд. Быстро выйдите из здания, взяв документы и предметы первой необходимости. Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте. Оказавшись на улице, оставайтесь там, но не стойте вблизи здания, опередите на открытое пространство. Если вы вынуждены остались в помещении, то встаньте в безопасном месте у внутренней стены в углу, во внутреннем стенном проеме или у несущей опоры. Если возможно, спрячьтесь под стол, он защитит вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Если с вами дети, укройте их с собой. Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками. При утечке газа возможен пожар. Держитесь в стороне от нависающих балконов, карнизов. Старайтесь, спасайтесь оборванных проводов. Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, но не покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся. Будьте в готовности к оказанию помощи при спасении других людей. Как же действовать в завале? Дышите глубоко, не поддавайтесь панике и не падайте духом. Сосредоточьтесь на самом важном. Пытайтесь выжить любой ценой. Верьте, что помощь придет обязательно. По возможности окажите себе первую медицинскую помощь. Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход. Постарайтесь определить, где вы находитесь. Нет ли рядом других людей? Прислушайтесь, подайте голос. Помните, что человек способен выдержать жажду и особенно голод в течение длительного времени, если не будет бесполезно расходовать энергию. Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать световые или звуковые сигналы, например, фонарик, зеркальце, а также металлические предметы, которыми можно постучать по трубе или стене и тем самым привлечь внимание. Если единственным путем выхода является узкий лаз, протеститесь через него. Для этого необходимо расслабить мышцы и двигаться, прижав руки к телу. Оползень. Это скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести. Природными факторами, непосредственно влияющими на образование оползней, являются землетрясение, подмыв склонов речными водами, разрушение склонов в результате хозяйственной деятельности человека, вырубка лесов, неразумное ведение сельского хозяйства на горных склонов. До 80% современных оползней связано с деятельностью человека. Ежегодно от оползней в мире погибает до 8 тысяч человек. В нашей стране наиболее оползнеопасными районами являются склоны Ферганского хребта на территории Ожской и Джалабадской областей. Спасение человека во время этого стихийного бедствия во многом зависит от того, насколько осведомлен человек о наступающем бедствии. На возможность оползня указывают следующие факторы. Изменение привычного вида территории, большие сдвиги почвы, двери и окна перекошены, плохо закрываются, трещины в стенах и фундаменте, сдвинуты заборы, деревья и тому подобное. Наступая на уклон, можно почувствовать, что он движется. Если вы заметили что-то из перечисленных, реагируйте немедленно. Это может спасти вам и вашим близким жизнь. Помните, от оползня можно спастись, только избежав его. Теле или селевой поток. Это внезапно формирующийся в руслах горных рек временный грязевой, грязекаменный, водокаменный или вододревесной поток, возникающий при интенсивном таянии снега, обильных продолжительных дождях, а также при прорыве воды из моренных озер. Как действовать при селевом потоке? Обычно места, где могут сходить селевые потоки, известны. Перед выходом в горы внимательно изучите эти места на маршруте своего движения и избегайте их, особенно после обильных дождей. Всегда помните, что застегнутому селевым потоком спастись почти не удается. От селевого потока можно спастись, только избежав его. В селеопасных районах обычно устраиваются противоселевые дамбы и плотины, сооружаются обводные каналы, снижающие уровень горных озер, укрепляется земля на склонах путем посадки деревьев, проводится наблюдение, организуется система оповещения и планируется эвакуация. Если планируется эвакуация перед доставлением дома, отключите электричество, газ и водопровод. Плотно закройте двери, окна и вентиляционные отверстия. Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку не менее чем на 50-100 метров. При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большое расстояние могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни человека. Снежная лавина или снежный обвал – это огромные массы снега, пришедшие в движение под воздействием силы тяжести, низвергшиеся по горному склону. Причины, вызывающие сход лавин – это обильные снегопады, резкая смена погоды, повышение температуры воздуха, влажности, перепады атмосферного давления, механические воздействия на снежные массы, например, землетрясения или камнепады. И часто сход лавин может вызвать человека. Как действовать при сходе лавин? Ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы. Нельзя прятаться за молодыми деревьями. Если от лавины невозможно уйти, освободитесь от вещей, примите горизонтальное положение, поджав колени к животу и сориентировав тело по направлению движения лавины. Если вас настигла лавина, закройте нос и рот варежкой с шарфом или воротником. Двигаясь в лавине плавательными движениями рук, старайтесь держаться за поверхность лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже. Оказавшись в лавине, не кричите. Снег полностью поглощает, звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают вас сил, кислорода и тепла. Когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство вокруг лица и груди. Оно поможет дышать. Если представится возможность, двигайтесь в сторону вверх. Верх можно определить с помощью слюны, дав ей вытечь изо рта. В целях защиты от лавин устраивают галереи, защищающие от лавин, устраивают верховые щиты, регулирующие метелевый поток на склонах гор, чтобы искусственно вызвать сход лавин, места, где накапливается снег. Обстреливают из пушек и минобетов. Прогнозировать точно время схода лавин практически невозможно. Буря. Это ветер, скорость которого составляет 20-32 метра в секунду или 70-115 километров в час. По составу частиц, вовлеченных в движение, буря бывают пылеватые, песчаные, снежные и другие. Ураган. Это ветер, скорость которого составляет более 32 метров в секунду или более 115 километров в час. Буря подразделяется на вихревые и потоковые. Как вести себя во время урагана, бури или смерчи? В темное время суток используйте фонари и свечи. По возможности находитесь в убежище, подвале, погребе. Включите радиоприемник для получения информации об обстановке. Если ураган застал вас в здании, отойдите от окон и займите место возле стен внутренних комнат. Прячьтесь в шкафах, туалетах, в ванных комнатах. Погасите огонь в печах, отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях. Если ураган, буря или смерч застали вас на улицах населенного пункта, держитесь подальше от легких построек, мостов, эстакад, линий электропередач, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Защиты от летящих обломков используйте фанеру, ящики, картон и другие подручные средства. Старайтесь скорее укрыться в подвалах, погребах и противорадиационных укрытиях, находящихся в населенных пунктах. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при повторных порывах ветра. При снежной буре укрывайтесь в здании. Если вы оказались в поле или на проселочной дороге, двигайтесь в сторону магистрали, где вероятность встретить помощь гораздо больше. Если ураган застал вас на открытой местности, укройтесь на дне дорожного кювета в ямах и узких оврагах. Прижмитесь плотно к земле, закрыв голову одеждой или ветками деревьев. Не оставайтесь в автомобиле, выходите из него и укрывайтесь, как указано выше, но подальше от высотных зданий. При пылевой буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани. По возможности защитите глаза очками. Гроза – это атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаками и земной поверхностью возникают электрические разряды молнии, сопровождаемые громом. Гроза – это одно из самых опасных для человека явлений, связанных с погодой. По количеству зарегистрированных смертных случаев только внезапные наводнения приводят к большим потерям. Как вести себя во время грозы? В грозу запрещено укрываться возле одиночно растущих деревьев, останавливаться на опушке леса, прислоняться к скалам и отвесным стенам, идти останавливаться возле водоемов, купаться в водоемах, так как вода является хорошим проводником тока, хранить металлические предметы в палатке, бегать и суетиться. Примером стихийного бедствия биологического происхождения является нашествие саранчи. От нашествия этих насекомых страдает население Восточной Африки, Южной и Юго-Западной Азии. Пустынная или африканская саранча является самым опасным мигрирующим вредителем в мире. Перемещаясь, саранча пожирает всю растительность, которая встречается на пути. Нашествие саранчи представляет страшную угрозу продовольственной безопасности в некоторых странах Африки. Под угрозой голода в настоящее время оказалось около 20 миллионов человек в Восточной Африке. На территории нашей страны нашествие саранчи несколько лет наблюдается в некоторых районах Таласской области. Существует несколько способов борьбы с насекомыми. Это механический способ, биологический и химический. Самый эффективный способ борьбы с насекомыми это ликвидация их на ранней стадии при помощи пестицидов. То есть это химический метод. Запомните, самое главное во время стихийных бедствий не поддаваться панике. Вооружившись полученными знаниями, вы увеличите шансы на свое спасение и спасение близких. Берегите себя и своих близких. А теперь переходим к домашнему заданию. Домашнее задание. Разработайте памятку на тему, как не утонуть или как не перегреться на солнце. Ребята, выполненные задания вы можете отправить своему учителю. На этом наш урок.